Добрый день, уважаемые коллеги! Мне такая вот честь представлена рассказать об инженерном искусстве в нашем современном строительстве. Нужно прежде всего отметить, что строительство является самой энергопотребляющей частью хозяйства в любой стране. И нужно в строительстве именно искать резервы повышения энергоэффективности. В 21 век чем он характерен? Тем, что мы имеем глобальное потепление, ухудшение экологической обстановки. И стоят поэтому две задачи – сохранение нефти и газа для будущих поколений и развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. И вот чем характерно строительство 21 века? Оно характерно тем, что появились два направления в инженерно-архитектурном искусстве. Это здание высоких технологий и здание зеленого строительства. Что такое здание высоких технологий? Это интеллектуализированная система архитектурных и инженерных решений, направленная на обеспечение внутреннего комфорта. И что очень важно, при максимальном использовании для этого энергии наружного климата и отношению к ней как дружественной среде. Что означает интеллектуализированная система? Это как раз вот то, чем занимается General Electric. Мы должны не только при проектировании обеспечить оптимизацию энергетических потоков, но и когда здание эксплуатируется, тоже управлять оптимальным образом этими потоками. А вот отношение к климату как дружественной среде, восприятие наружного климата как враждебное здание среды, от которого должно нас защищать, есть свидетельство несовершенства наших знаний и ленности ума. Потому что и с одной стороны от здания мы имеем энергию, и внутри здания мы имеем энергию. И в общем-то нужно как-то научиться, чтобы эти энергии дружили. Вот я приведу примеры зданий высоких технологий. Это первое здание, которое было построено в Хельсинки, фирмы Экона. Оно стало потреблять в 10 раз меньше энергии, чем аналогичное здание, которое стоит рядом. Очень известное здание архитектора Нормана Фостера, Коммерсбанк. Оно характерно и замечательно тем, что оно совершенно не потребляет энергию для кондиционирования. Это уникальный случай. Стадион Саппора, архитектор Хироши Хара. Вот вы видите перед собой такое поле. Оказывается, это трансформируемое поле, оно может быть внутри, может быть наружи. И здесь также всеми потоками энергии управляют системы. Другое здание Нормана Фостера в Лондоне, Мэрии, тоже замечательно. Архитектор Пенсинка, это здание ворота Дюссельдорфа, высотное здание. Наконец, последнее здание из тех, которые сегодня известны как энергоэффективные, это Перл-Ривер Тауэр около Шанхая. Я немножко потом чуть больше о них расскажу. Но я хочу сразу отметить, что в России нет ни одного действительно демонстрационного энергоэффективного здания. Хотя у нашего соседа Финляндии более 250 таких зданий демонстрационных. И даже есть целый район Виики, под Хельсинки, где демонстрируются высокие технологии. Мне кажется, что, в общем, мы построили два здания, как бы энергоэффективные, но они не обладают всеми признаками энергоэффективности, хотя много интересного в них заложено. Характерные направления высоких технологий в архитектуре и инженерии зданий. Первое, это, конечно, интеллектуализация здания. Это использование компьютерной техники для управления энергетическими потоками. Но что должно отличаться современное направление? Это то, что оно должно осуществляться на основе математических моделей. Мы умеем это делать сегодня. Вы знаете, очень давно еще для АЗЛК мы сделали такую простейшую систему управления компьютерное, теплоснабжением, и мы за год без особых проблем сумели сэкономить энергию, эквивалентно 70 вагонов угля. И окупила она себе за 2,5 месяца эта система. Конечно, сегодняшняя система, по сравнению с тем, что мы делали, на 10 порядков выше. Но все-таки хочу подчеркнуть, работать они должны на основе математических моделей. Следующее, то, что интеллектуализация, архитектурная форма здания должна способствовать максимальному использованию наружной климата, энергии наружного климата и минимизировать его негативное воздействие. Вот здание Нормана Фостера, о котором я говорил. Вот это летние потоки, справа, слева, от вас, значит, вот эта северная сторона. Но солнце летом не попадает, не несет нагрузку на кондиционирование. А в зимнее время, вот солнце хорошо проходит внутрь здания. Здесь много, конечно. Или вот информационный центр «Корона». Это круглое здание, вокруг этого расположены сады. И когда движется солнце, оно попадает в тот или иной сад, и его энергия используется в зимнее время для вентиляции здания. Стадион Саппора, о котором я говорил. Когда строили этот стадион, то главная идея была, как улучшить аэродинамику района. И выбрали такую форму здания. Сделали вот эти выносные поля у него. И, наконец, что самое интересное, это внутреннее проветривание. Вот я хочу сказать только окно, как элемент здания высоких технологий. Для высотных зданий это окно было впервые сделано в коммерцбанке. То есть, перед двумя стеклами, которые мы имеем, было поставлено третье стекло. Оно минимизировано прямое воздействие ветра, зато воздух мог спокойно проникать в здание и иметь естественное проветривание. Окно двойные фасады, которые, конечно, управляют всем тепловым режимом и воздушным режимом в здании. Но управляют они на основе компьютерной техники. Без применения вот такой управляющей техники это все было бы мертвое. Окно как элемент системы климатизации. Окно как элемент энергоснабжения здания. Вот это очень интересно. Окна покрыты такой пленкой, которая позволяет вырабатывать электрическую энергию. Когда солнца много, то, значит, это стекло темнеет, но пленка вырабатывает энергию, которая используется в здании. Как элемент биоархитектуры здания. Чтобы птица, залетев изнутри вовнутрь, даже не почувствовала, что она находится внутри этого здания. И, наконец, окно как элемент эстетического комфорта. Это все здания высоких технологий. Наконец, широко используется экологически чистая энергия. Вот здание, которое мы построили в Москве, в Никулино-2, оно использует тепловые насосы, которые покрывают расходы энергии на горячее водоснабжение. А в годовом цикле эти расходы энергии равны затратам энергии на отопление. Это первое такое многоэтажное здание, которое в России, которое используются тепловые насосы земли. Солнечные коллектора. Конечно, каждое современное здание высоких технологий должно использовать энергию. Другое здание, которое на крыше имеет тепло... Имеет коллектора, использующие солнечную энергию, а по фасадам расположены коллектора, дающие электрическую энергию. Использование ветроэнергетики. В сегодняшних зданиях архитекторы, инженеры находят возможность установки устройств, которые вырабатывают от ветра электрическую энергию. И, наконец, будущее. Я считаю, что это совершенно будущее энергетики. Это топливные элементы. Они уже используются и в автомобилях. Они уже используются и в наших телефонах. Но пока очень дорогие. Один киловатт стоит примерно 3000 долларов. Но, как всегда, это только начало. Но это чистая, простая энергия. Как далеко мы можем идти в этих зданиях? Значит, согласно директиве ЕС, все новостроящие здания с 2020 года должны быть с нулевым потреблением энергии. Здесь, в общем-то, пропущены всего два слова. То есть в годовом цикле. Они могут частично потреблять энергию, но частично за счет своих устройств вырабатывать эту энергию. Вот это тот предел сегодня, до которого мы можем идти. Второе направление здания зеленого строительства. Вчера они здесь подробно обсуждались. Я только хочу отметить вот что. Что, мне кажется, далеко не все понимают, что здание зеленого строительства, название совершенно не соответствует содержанию. Зеленое строительство – это все-таки создание новой среды обитания. Это не только энергоэффективное, экологически чистое здание, но и стоянки для автомобилей, но это и расстояние от станции метро, это и наличие водного ландшафта и так далее, и так далее. И зеленое строительство, говорят, что это дитя завтрашнего дня. То есть оно только начинает развиваться. Создание комфортной среды обитания человека. Какие комфорт внешние среды, качество архитектуры, экология внутреннего пространства, рациональное водопользование и так далее. То есть все, что дает возможность создать комфортную среду обитания человека. Очень много литературы посвящено этому вопросу. Разрабатываются стандарты, руководство, строится зеленое здание. Они оцениваются по рейтинговой системе. Есть системы Лида, Бриама, французская, немецкая система. Мы разработали первую в Россию рейтинговую систему, которую утвердили от настроя, чем она отличается от зарубежных. Конечно, мы лучше использовали, привнесли свое. Тем, что Россия очень большая страна. Здесь разные климатические условия. Поэтому мы к ним разработали еще вторую часть, которая учитывает климатические, экономические особенности различных регионов России. Уже в Москве и в России много зданий просертифицировано по Лиду, по Бриаму. И зданий зеленого строительства, как далеко мы можем уйти? Тот же самый вопрос. В результате архитектурно-строительной деятельности должна быть создана новая природная среда, обладающая более высокими комфортными показателями, чем та, в которой было строительство. И кто заинтересован в этом больше? В этом больше всего заинтересовано государство. Почему? Потому что рейтинговые системы основаны на использовании нормативных существующих документов. Но более высокие баллы даются за превышение. Так вот, превышение определяется государством. В одних районах это может быть энергия, в других районах это может быть вода, в третьих районах это может быть природные ископаемые и так далее. Поэтому вот эти два направления, они будут определять наше строительство, как инженерное искусство. И уже то, что сегодня построено, то, что сделано, можно сказать, как словами Пушкина, «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». Спасибо.